Я сам работал в системе мимикологии, и в 2020 году лично ко мне пришел документ оценки воздействия на окружающую среду. Предполагалось так, что Риксос берет воду с Каспийского моря, затем у них есть определенные фильтры, и эту воду он использует для своей деятельности, затем ее уже нужно куда-то сливать, и они предлагали, что будут сливать озеро Караколь, которое находится через дорогу. И в этом проекте было указано, что там будет стоять какой-то суперский фильтр, и в озеро будет сливаться чуть ли не святая вода такая, супер чистейшая. Но на тот момент я сам не согласился и не одобрил этот проект, но затем подключились, получается, Риксос подключил свои связи, и там было прямое поручение тогдашнего зампремьера, тогдашнего вице-министра. И я лично не подписывал этот документ, но тогдашний председатель комитета лесного хозяйства животного мира подписал. Я об этом как-то писал год назад. И как я и боялся, фильтр этот нормально не работает, и затем там было зафиксировано, что именно с отеля там идет ужасное загрязнение этого озера. Сейчас, насколько я знаю, открыта проверка. Надеюсь, проверка будет качественная, и нужно в целом вот эту деятельность, отрицательную по загрязнению, посмотреть и заставить их принять какие-то меры. Но пускай ставят фильтр. Лично я им предлагал тогда так, что через полтора или два километра там находится отстойник, куда можно сливать такую воду, и прокладывать туда там хотя бы пластиковые трубы. Ну, для них это было дорого. Там как раз у них в 20-м году уже собиралось через месяц или полтора открытие. И, в общем, они надавили, и как бы мое высшестоящее руководство им пошло на встречу. И имеем то, что имеем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!